Из ее мастерской вышло много любимых телевизионных героев, в том числе и знаменитые ведущие Большого фестиваля Хоха, Тото, Веснушка, Маргарита Анатольевна Скрипова-Ясинская, известный художник ленинградского телевидения. Войну Рита встретила в блокадном Ленинграде. Дети плакали, а она не понимала, в чем дело. В четыре года герой. Она была горда, что у нее есть сумочка, кружечка и морс, и не боялась. Сама зашла в автобус, сама вышла из него. Детей без родителей вывозили эшелонами, сказали, что все быстро закончится. В вагонах научили залезать под скамейки, если вдруг начнут бомбить. Женщины приносили большой таз манной каши, а в середине было немножечко масла. Если бы ночью не рассортировали поезд, то утром станция превратилась бы в кашу. Слышала Рита и вспоминала таз, манку и масло. Во время войны папа писал картин. Он эвакуировался на Урал, позже. Есть было нечего, но наслаждение от смешивания красок отнять у него не могли. В Ленинграде у девочки осталась обезьянка, почти с нее ростом. Она сидела в комнате на диване. Тетя работала на фабрике у Ритского и возвращалась домой поздно, только ночевать. Однажды она осталась, а утром узнала, что снаряд летел в форточку и прилетел в несколько этажей. В полу появилась дыра, а обезьянку засыпала штукатуркой. Игрушку Рите подарил дяде. Когда разрешили уезжать, он повез ее в чемодане по дороге жизни. Больше 16 килограмм брать не разрешали. Но он твердо решил вернуть ее племяннице и был готов пожертвовать необходимым. Обезьянка почти пережила блокаду. Что-то случилось в дороге и игрушку не довезли. Ой, Дусь, сама я не знаю, кто я. Но я делала кукол, делаю кукол. И видимо буду делать кукол до последних своих дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok